Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин. И сегодня я покажу, как подключить Sony Xperia Z5 Compact к PlayStation 4. И чем может удивить компактный флагман заядлого геймера. Поехали! Начнем с того, что Z5 Compact умеет делать без подключения к PlayStation 4. Когда мы играем в мобильные игры на смартфоне, мы используем сенсорное управление, и наши пальцы занимают часть экрана, мешая восприятию игры. С девайсами Sony такой проблемы нет, ведь мы можем подключить геймпад. Делается это очень просто и быстро. Сразу хочу обратить внимание, что для этого не нужен PlayStation, не нужен аккаунт PSN и даже не нужна Wi-Fi-сеть. Для того, чтобы подключить DualShock Z5 Compact напрямую, заходим в настройки, подключение устройств, выбираем серию DualShock и следуем инструкциям. На геймпаде зажимаем кнопки шар и PS до тех пор, пока световая полоса не начнет мигать белым. Таким образом, мы разрешаем смартфону находить геймпад по Bluetooth. Bluetooth включается автоматически. Все готово, геймпад сопряжен со смартфоном, и теперь мы можем управлять с его помощью. Покажу на примере Modern Combat 5. Если вы играли, то знаете, какое там сложное управление, которое перекрывает часть экрана. Посмотрите, как легко играется на геймпаде, полностью контролируя весь экран. Ну а теперь подключим Sony Xperia Z5 Compact к PlayStation 4. И тут сразу возникает вопрос, а зачем это нужно? Ведь консоль подключена к большому телевизору, на котором играть намного удобнее. Это да. Но иногда бывают случаи, когда телевизор просто занят. Кто-то из вашей семьи смотрит сериал, или вы сами хотите играть и смотреть какой-нибудь фильм на фоне. Или в комнате кто-то ложится спать и попросил вас выключить телевизор, а вы проходите новую игру, и вам страсть как хочется узнать, что же там будет дальше. Или самый вероятный случай. К вам пришли друзья, и вы хотите вместе поиграть в коллективную игру, в тот же LittleBigPlanet. А геймпадов на всех не хватает. С Sony Xperia Z5 Compact с этим проблем нет. Вы можете использовать смартфон как экран телевизора или дополнительный геймпад. Подключается и работает это довольно просто. Сначала скачиваем приложение Sony Remote Play из Google Play Market. Смотрим приложение. Тут есть два варианта использования гаджета. Первый. Экран PlayStation 4 может быть отображен на смартфоне, и все управление будет через смарт. И второе. Вариант наиболее интересный. Можно подключить геймпад напрямую к Z5 Compact, и смартфон станет вторым экраном. В приложении имеются настройки качества. Частота кадров можно выставить высокое. И разрешение, которое можно выставить до 720p. А сейчас посмотрим, как происходит подключение. Нажимаем зарегистрировать. Теперь подключаем свой DualShock тем способом, которым я говорил вам в начале этого видео. Все, DualShock уже подключен. И теперь мы подключаем Sony Xperia Z5 Compact к нашей консоли. Теперь нужно ввести логин и пароль от вашей учетной записи PSN. Смартфон подключается к сети PSN и ищет вашу консоль к той же сети, к которой подключена ваша приставка. Как вы видите, началось подключение к PlayStation 4. Это может занять несколько минут. Посмотрите, теперь можно с помощью смартфона управлять с помощью сенсорного экрана игрой, который идет в настоящий момент на PlayStation 4. Дисплей смартфона является дополнительным экраном. Смотрите, я играю в полноценный Minecraft на смартфоне. Согласитесь, что это очень круто. А теперь поиграем в полноценный GTA V на смартфоне. Скажу вам секрет, о котором не говорят в рекламе Sony Remote Play. С таким подключением можно играть только в те игры, где время реакции не так важно, потому что имеется задержка около 100 миллисекунд. Так что в мультиплеер Battlefield играть уже нереально. Но вот в тот же GTA V, Minecraft или LittleBigPlanet самое оно. Хочу отметить, что ранее что-то похожее было в PlayStation 3, но там играть можно было только с PlayStation Vita и PSP. Сейчас же для PlayStation 4 никаких ограничений нет. Подключайте любой современный смартфон от Sony и наслаждайтесь игрой. А теперь я вам расскажу, как обратно подключить геймпад к PlayStation 4. Для этого нужно подключить контроллер к PlayStation через USB кабель и зарегистрировать его заново, как при первом подключении. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю это видео. Хочу поблагодарить канал Revisor33Rus за идею и помощь в организации этого видео. Если вы настоящий геймер, советую подписаться на канал, ссылку вы найдете в описании под этим видео. Не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, читайте меня в Твиттере и присоединяйтесь в новую группу ВКонтакте. А с вами был Дмитрий Калинин. До скорых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова